Знаешь, Надя, я все-таки уверена в том, что многие женщины прекрасного возраста сегодня оценили, что в моду входят каблучки устойчивые и невысокие. И если посмотреть журналы моды, то все именитые дизайнеры и, конечно же, те, которые славятся своей обувью, выбирают сегодня именно такой невысокий и устойчивый каблук. Это мода лета этого сезона. Ну, ты знаешь, многие смотрят, может быть, даже очень хотят для себя, но боятся все-таки, боятся. Давайте сделаем все замеры. Мы вас сейчас удостоверим в том, что каблук это удобно. Что меня привлекло здесь, это, конечно же, потрясающий эффект лакированной кожи под крокодила, под рептилию. Очень красивый, Наденька, горький шоколад. На самом деле, такой цвет даже подойдет и к моему ансамблю с моим кардиганом Александрина. Но что еще заметила здесь? Это позолоченная фурнитура. Она металлическая. И если бы ее не было, наши босонушки лали, выглядели бы очень просто. Но, давая вот такой эффект нарядности, золото будет не только блестеть, но и украшать. Мне нравится, конечно, что босонушки, при том, что они не очень высокого каблука, выглядят очень женственно и утонченно. Я поняла, Надюшенька, твой вопрос. Давай измерим высоту каблука. А ведь высота каблука на самом деле очень важна. Многие ортопеды на сегодня обращают внимание, как вы стоите на каблучке. А ты знаешь, я провожу эксперимент. Вот Надя на меня все время ругается. Она говорит, Свет, ну, выбери ты уже балетки. А ведь мне в балетках очень сложно стоять. Те, у кого плоскостопие, меня поймут. Но, как только стоит мне встать на каблук, наш каблук 7 сантиметров, моя спина сразу чувствует себя хорошо и ножки тоже. Если у вас такая же ситуация, нам с вами каблук просто необходим, но невысокий и устойчивый. Я хочу от себя добавить, что действительно такие босонушки нарядные, такие модные, стильные, эффектные. Вы не встретите за 2000 рублей, даже меньше, нигде.